Мы продолжаем следить за делом Баира Жамбалова, бывшего вице-спикера Народного хурала. Сегодня в Прибайкальском районном суде завершилось очередное заседание. И сегодня оно было довольно интересным. На вопросы журналистов Баир Жамбалов отвечать не захотел. Перед началом процесса подсудимый не мог найти себе места. Есть что-нибудь сказать вам? Комментарий не будет. А почему вы свидетели, которые были в машине, в интрузии, в праздник? Куда вы свидетели? А почему не будет комментариев? Вообще ничего сказать? Ну, нечего вам сказать. А, ясно. Год назад бывший зампред Народного хурала был куда разговорчивее. Вот так он комментировал случившееся в январе 2020 года, сразу после трагедии. Я находился в другой машине. Почему бы я сам лично отъехал на своей машине, тогда бы. Таких вопросов бы не было. Подозрения там, как ехали бы. Снимать само заседание никому не разрешили. Только аудиозапись. Один из свидетелей, мужчина, который остановился на месте ДТП, рассказал, что видел там Пелосяна. Того самого друга Жамбалова, который изначально взял вину на себя. Видели ли вы, откуда, с какой стороны машина? Он шел с правой стороны стоящего ленд-крузера, правда, стоит на обочине. Я остановился. У меня руль с правой стороны. Я вылез, и он, соответственно, по обочине, с правой стороны ленд-крузера шел в мою сторону. Небольшая справка. У того самого ленд-крузера руль находится слева, так что, вероятно, Пелосян в момент удара был пассажиром. Сам свидетель в тот день ехал не один, с Шуриным и дочкой. 13-летнюю девочку тоже вызвали в зал суда. Можешь поподробнее, что помнишь? Скажи, пожалуйста. Выходил. Денька справился. Как он выглядел? В кирке и в очках. Адвокаты Баира Жамбалова утверждают, что у девочки плохое зрение и верить ее словам не стоит. Так кто же был за рулем? На этот вопрос мог ответить еще один свидетель, который также остановился в тот день на обочине, только с другой стороны. Он бы мог все прояснить, однако тут началось самое интересное. Конкретно подсудимого вам показывали? Ну, вроде да, показывали. Вы говорили, что именно его я видел там? Ну, тут я не помню. Ну, вот в протоколе это есть. А что всем так смешно-то? Мне неприятно вот так, когда смеются. Я сейчас просто откажусь и уйду. Вы не можете отказаться? Ну, мне не нравится так смеются, как будто я клоун здесь стою, всех смешу. А писать можете этих вещей? Да нет. Темно было, между нами приличное расстояние было. Я прочитал сейчас все три протокола. Там в первом, как бы, плохо видел, да, ну, примерно, там, в втором более подробно. В третьем допросе вы уже конкретно говорите, да, именно Жамбалова я видел. Сейчас вы нам показали в суде, что вы вообще ни лиц, ни национальности, как бы, не различили и не можете назвать. С чем связано-то? Почему вы на следствии такие давали подробные показания? Сейчас нет. Я не знаю, но вот то, что я, вот вы говорите, что вот это был там русский человек или этот, я вот это все, как бы, я не помню. В июне вы уже именно Жамбалова опознали, как одного из двух мужчин, который попался вам на встречу от грузовика и двигался в направлении Toyota Land Cruiser Prada. Вы эти показания, которые дали на следствие, подтверждаете? Я этого не буду подтверждать, потому что я не помню. Вы просто не помните, в принципе, что вы говорили в марте, в июне? Я вас не могу понять. Не, ну, я вообще ничего, ну, скажу так, что я, наверное, не помню в большей части, что я говорил и что я там видел. У вас с памятью проблемы? Да, вроде не замечал. На этом заседание закончилось. До приговора еще далеко, с учетом того, что свидетели неохотно приезжают в суд. А вот что случилось сейчас? Амнезия? У Максима Бурчевского свое мнение на этот счет. А как прокомментируете, что он сначала говорил, что это Жамбалов был, вроде его узнал, потом, а сегодня, говорит, вообще, ну, я не помню, не знаю. Ну, я еще раз говорю, мне кажется, на него было оказано какое-то давление. Сегодня вновь не явились те, которые находились в этом ванн-крузере Прада. Даже до них как бы и дотянуться никак не могут. Ни прокуратура, никто. Все мы ждем их показаний. Внезапная амнезия шокировала многих участников процесса. Следующее заседание перенесли на 8 февраля. АТВ продолжает следить за этим делом. Илья Балханов, Эрдам Гармаев, телекомпания АТВ из Прибайкальского района.